Всем привет! Сегодня хочу рассказать в этом видео уроке, как я вязала жгуты на вот эту шапочку. Итак, приступим. Я немножечко здесь провязала, но тем не менее, для образца я набираю, смотрите, раппорт узора 10 петель, то есть жгут плюс промежуточек между ним. Но я набрала для симметрии еще 4 петельки с этой стороны, так как промежутки тоже по 4 петли изнаночные, и плюс 2 кромочные, то есть набираем 26 петель для образца. Здесь образец немножечко меленько связан, так как я шапку вязала в двойную ниточку, ну, если кому интересно, Alize Alana Gold Fine, в двойную ниточку можно, в принципе, Alize Alana Gold обычную взять, там метраж у нее довольно-таки хороший. Вот, и я вязала спицами номер 5, здесь я взяла для образца, спицами номер 3 провязала. Вот, итак, набираете 26 петель, как я сказала, будет у нас для симметрии еще 4 петельки, повторюсь, и 2 кромочные. Итак, набираете и приступаете. Первый ряд вяжете так. Первую кромочную снимаете, 4 петли провязываете изнаночные. 4, 6 лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, простите, 4. 6 лицевой снова, 1, 2, 3, 4, 5, простите, 6. Чтобы мы имели представление, 4 петельки, которые мы набирали изнаночные, это вот промежуточные петли, видите, между жгутами. 6 петель лицевых, это непосредственно рисунок самого жгута, он вяжется лицевыми петлями. 4 петли, те, которые я взяла для симметрии. 4. Последнюю кромочную изнаночную. На изнаночный ряд переворачиваете второй ряд, вяжете по рисунку. То есть 4 лицевых, те, которые были в первом ряду изнаночные, 6 изнаночных, раппорт узора жгута, 5, 6, 4 снова лицевых, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, и 4 лицевых для симметрии узора. Кромочную изнаночную. Затем продолжаете снова на лицевом ряду, кромочную снимаете, 4 изнаночных, 2, 3, 4, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 изнаночная, кромочная. Переворачивайте снова на изнаночную, чтобы вам легко было запомнить, изнаночная всегда вяжется по рисунку. Первая кромочная снимается, снова 4 лицевых, те которые у вас идут, как вы заметили по рисунку, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Кромочная всегда вяжется изнаночная, затем снова на лицевой ряд перевернули и снова повторяете. 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 изнаночных промежуточных между руками, 6 лицевых, 5, 6 и 4 изнаночных, изнаночная, кромочная. Снова изнаночная, кромочная, 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 кромоч шесть, четыре, лицевые, изнаночная, кромочная. Переворачивайте на лицевой ряд. Теперь смотрите. Вяжете кромочную, снимаете, как всегда, вяжете четыре изнаночные, промежуточные, без изменений. А теперь берете дополнительную спицу. Я обычно беру такого же диаметра спицу и просто, как говорится, не напрягаюсь. Есть специальная спица из-за воротами, но как кому удобно. Смотрите, снимаете, делите косичку напополам. У вас рапорт косички может быть, простите, живут они косички, ну, может быть так, различный. Может быть и по четыре петли, то есть восемь, и по три, шесть, и может быть по двенадцать, по восемнадцать. Сколько хотите, все зависит от диаметра спиц, ниток и вашего, скажем, желания, вашей фантазии. Смотрите, мы сейчас будем делать наклон налево. То есть, вот так. То есть, мы, получается, делим напополам, у нас получилось три. Три спицы снимаем на дополнительную, три петли, простите, снимаем на дополнительную спицу, вот первая, и оставляем перед работой. Задние мы провязываем просто лицевой. Один, два, три. Затем берете те, которые оставляли, дополнительные спицы, и провязываете тоже лицевой. Таким образом у нас получился, видите, переворот с наклоном в левую сторону. Многие, ну, предпочитают, как бы мастерицы, предпочитают, допустим, со спицы на спицу перестегивать, ну, как бы петли, то есть, чтобы удобно было мне, например, удобно дополнительной спицы сразу провязывать. Ну, это, как бы, пожелание. Теперь смотрите, провязываете средние четыре без изменения, четыре изнаночные. Затем снова у нас, смотрите, жгутик. Мы снова делим напополам, три петельки в данном случае, и оставляем снова перед работой. Задние провязываем три лицевые. Один, два, три. И передние, смотрите, можно, я же говорю, переодеть, вот так вот давайте с вами переоденем. Кому как удобно, вот, один, два, три, вот я пересняла их. Можете вот так вот, ну, кому как удобно. Все зависит от качества ниток. То есть, чем жёщие нитки, соответственно, тем лучше, конечно, переоденем. И заново четыре петли провязываете изнаночные для симметрии, как я вам помадила, множество изгончиков. Ну, чтобы вы увидели так два равноценных жгутика. В принципе, как вы видите, ничего сложного. Изнаночные снова вяжете. По рисунку у вас всегда здесь будет четыре, всегда будет здесь шесть, четыре, шесть и так далее. В общем, через приблизительно вот такое количество рядов, я как бы, если честно, никогда не считаю, не задумываясь, я вяжу на глаз, как мне нравится. Можно сделать больше рядов и получится удлинённые. Можно сделать наоборот, меньше и получится ближе заворотики. Они получатся такие более завёрнутые. Ну, не завёрнутые. В общем, как по желанию, как говорится, как пожелаете, в общем. Ряжите с удовольствием, ровных вам петелек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всё, всем до свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok